Решили в теньке посидеть Берна попить, ой, не Берна, Редбула, ну какая разница, это одно и то же. И Даша решила покормить голубей. Одного. Был один голубь, один, она одному кинула булочку и смотрите, что происходит. Субтитры делал DimaTorzok и выживали люди, когда как бы жрать нечего было. Раз, раз там. Думаю, что они голубям свои салют кормили? Нет, они там каких-то зернышек насыпят, там специально отдельно вырастят зернышек, специально для голубей, короче. Раз, раз, накидают им и, короче, поймают их, поймают. Да, а есть хитрые голуби, это тупорылые голуби, а есть хитрые, которые вот прям булку там взял целую и себе за лавочкой аккуратненько ест. А эти здесь дерутся за кусок хлеба. Вот, и они раз зернышек подкинули, короче, и ловили голубей. И жарили их потом там, из косточек делали ожерелья своим дамам. Где живут голубиные дети? Голубиные дети живут на чердаке. На каком чердаке? Я никогда не видел голубиных детей. Ты шо, они вот такие маленькие и без перьев, и не умеют питать. И так же и вороны маленькие, такие как бы малое оперение, они не умеют питать. Вон, смотри, какой идет. Вот только голубиный детеныш, кстати. Вон, маленький-маленький. Там дерутся за хлеб. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередь на кассу. Человек, наверное, 20. Очень интересно. Все стоят почему-то. Вот за ребятками, да, занимаем очередь. Вот так он на карте выглядит. Столовая одна, смотри, столовая вторая. Столовая третья. Да, будете за нами. А вы-то работаете или нет? Какая? Нет, вот, а не, в два выдает, видите? А что мы тогда стали так? Где побольше? Ну, мы вот будем за ними. Какая разница? Где побольше? Ну, стали там, где стали. Вон, смотри, весь здесь, с 10 до 6. Поддержи, пожалуйста. Ага, он с 10 работает, короче. 1200 рублей. Детский 1000. Камера хранения 100 рублей, плюс 200 рублей за воблок. Камера хранения 100 рублей, короче, надо отдать, но если ты возвращаешь, он не превращает 200 рублей. Мы ключ не потеряем. Я надеюсь, что мы его не потеряем. Сейф есть. Есть еще... На душ еще уделяются какие-то минуты, там, короче, до 15 минут. Ну, в принципе, нормально. Местпункт, кафе, туалет. Что там есть еще? Разные горки, детские отели, лаунж территории. О, лаунж территории меня больше всего интересует. Хочу посмотреть, что там за лаунж территория. Уважаемые гости аквапарка. Дети... Дети до 140 сантиметров проходят бесплатно, короче. Аквапарк Зурбакан. Мы здесь, ребятки, с самой Ялты. 5 часов утра встали. Не верится. На нас как-то неплохо. На нас вроде бы хуже. Мы встаем в час дня. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Просто так прохожий парень, чернокожий. Короче, ребятки, у нас получилось пройти за пол цены. Но нужно делать ксерокопию паспорта. То есть, оригинал они не имеют права брать, а ксерокопию уберут, короче. Ксерокопию я уже сделал. Мы уже оплатили вход. Смотрите, какая очередь. И нам выдали браслеты вот такие. Смотрите. Один детский у нас. Мне голубенький. А Дашке розовый. Мне кажется, он будет везде одни. Нет, я на правой буду носить. Как, ты довольна уже? Уже полдела сделано. Ну, тут такой вход. Но еще просто никого не поставят походу. Он с десяти работает. Вот уже одиннадцатая минута. И вот такой вот толпа такая. О, хрустяк. И нам дали правило, кстати. Нам это правило. Обязательно сказала почталь. Да, не хватит вам. Субтитры сделал DimaTorzok